приветствую вас друзья мои с вами садридин я собираюсь писать очередную картину акварельными красками правда вот сосед там травму косит думаю это не будет вас сильно раздражать шум который идет извне буду писать на холсте натянутом на панель размер этого холста 16-20 я этот холст предварительно покрыл перламутровым грунтом от компании дэниел смит который предназначен именно для того чтобы наносить его на холст и по ней писать акварелью это белый перламутровый у меня я им предварительно один раз хорошенько покрыл дал ему просохнуть и теперь вот на ней собираюсь писать буду писать акварельными красками опять же исключительно красками от даниэл смит вот они мои краски я сегодня буду использовать мой мою дорожную палитру потому что здесь краски исключительно от компании даниэл смит я хочу собираюсь писать именно только красками даниэл смит а то у меня есть большая палитра там у меня краски от даниэл смит и краски от м грэма две разные краски акварельные но я их совмещаю комбинирую при написании картин а сегодня я решил только писать красками от компании даниэл смит единственное что здесь у меня гуашь есть это от м грэма ну не знаю я его наверное не буду сегодня использовать потому что у меня так холст покрыт очень красивым таким перламутровым белым цветом собираюсь использовать кисти значит наверное самая большая кисть у меня сегодня в работе будет кисть номер 4 от прям станет чем синтетика под белку также могу использовать кисть от бениси круглую тоже номер 6 хотя это номер 6 она меньше размером от принца не в чем буду использовать ригер от компании вот номер два ригер мимик компании критив марк и еще одну такую маленькую кисть я сегодня буду наверное использовать это два нуля две нулевки значит он компании за pink есть такая компания имеет наборы кистей а я из этого набора у меня это кисть обычно когда я пишу картину я смешиваю краски но потом они не забываются не запоминаются но как я стал участвовать на разных мероприятиях художников и когда интересуются твои картины они обязательно спрашивают вот этот цвет из какие какой с какой краской смешал с каким цветом смешал и получил данный цвет там ну вот подобные вопросы поэтому если будет у меня будет время записать я буду на блокноте записывать цвета которые я буду использовать возможен буду говорить ну я когда пишу обычно только как говорится живописем занимаюсь ну посмотрим как получится хочу написать горный пейзаж я очень люблю горный пейзаж бываю на пленэрах и меня есть очень хороший снимок в норс орландии есть такая большая гора грандфазер мантейн это национальный парк и там самые высокие вершины есть снимок на вид внизу и на небо я хочу это изобразить меня вот я снимок можете посмотреть будут что-то оттуда брать за основу я не собираюсь копировать я буду заниматься творчеством так что как обычно все художники делают я тоже имею право может быть кое-где нанести внести свои коррективы ну вот общий вид я постараюсь передать итак я собираюсь приступать но я не сказал сегодняшняя моя техника живописи будет мокрым по сухому так как холст натянутый на панель покрытый грунтом специально для акварельной жидкости не имеет такую способность как бумага до акварели который имеет способность впитывать себя в себя влагу и краску здесь в основном и вода и краска почти остается на поверхности поэтому здесь надо будет очень раз тоже осторожно писать по сухому вот такая особенность значит холста на панели покрытым акварельным грунтом в отличие от бумаги для акварели как допустим арчис и сандерс они очень хорошо в себя впирают выбирают воду и можно краску двигать здесь тоже краску можно двигать но она долгое время находится на поверхности в воде вода не впитывается вот есть такая особенность который я уже заметил когда писал до этого точно на таком же формате таким такой же техникой картину подсолнуховое поле вот она вы можете посмотреть а сейчас я буду писать как уже сказал пейзаж который был снят с вершины грандфандер мантейн в норс-карлайне и так оставайтесь со мной а я продолжаю вот в этой области значит большое белое облако здесь идет вот значит гора скала каменная и здесь камни под ногами большие камни и в среднем плане тоже виднеется гора опросшие елками и дальше еще вот последний план идет хребет такой гор и дальше еще в дальнем плане есть дальние горы голубые города они которые свой стоил толщу воздуха они просто силуэт просматриваются такой голубой силуэт гор и как дальше он здесь у меня небо вот это я буду сейчас потихоньку как говорится намечать намечать я наверное буду какой краской более такой не вредные для любого цвета краску я подберу наверное у меня хорошая краска есть лавандер я наверно лавандером это сделаю вот я смочил краску а то она когда долго стоит засыхает конечно и вот всегда надо перед началом работы его смачивать теперь можно приступать к делу так начнем буду делать разметку сразу так Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Выгодит на моей работе вот таким образом. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Настал момент снятия скотчей и посмотреть картину в полной ее красе. ну вот моя картина что здесь досадно здесь вот есть затекание красок под скотч поэтому рамка получилось очень аккуратный но придется ее аккуратно стирать думаю получится я это сделаю потом вам покажу буду стирать аккуратно плоской кистью и она должна получиться и вот и 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